Буквально две недели назад пройти здесь было просто невозможно. Воды было примерно по пояс. Людей эвакуировали на лодках. Ну а сейчас они попросту тонут в грязи. В домах до сих пор вода, подполья затоплены, а в огороде смыло все ростки овощей. Местным жителям даже сложно подсчитать ущерб. В тот страшный день сильный ливень сносил все вокруг. Дрова, грядки и даже собачьи будки. В тот день-то дождь по маленькой начал, потом как резкую. Давай мочить. Все. Ой, собака в конуре чуть не утонула. Я вот спал маленько, сюда загнал. А потом вот эта конура сюда прилетела. Как рассказывают местные жители, топить здесь всегда, но так сильно впервые. Сотрудники комбината по благоустройству воду откачивали 4 дня вакуумными машинами и мотопомпами. Первый раз такое случилось, что вся вода практически собралась здесь. У нас получилось. Ранее было подтопление, но не такое значительное, как этот раз произошло. Но на данное время то, что смогли откачать дорогу, мы здесь отградируем. 13 лет назад люди эти земли получали официально, но строить на них было нельзя. По факту дома являются самоволкой. И жители около 150 домов не имеют прописку. Ну, несмотря на то, что это и самовольно, и у вас не прописки, это же не делает вас ни жителями города. Такие вы жители, так и все остальные. Попали в беду, надо решать эту проблему. Чтобы решить эту проблему, выход у местных жителей только один – узаконить территорию. Сейчас это федеральная земля, и уже два года муниципалитет судится за эти участки, чтобы перевести их на баланс города. И, наконец, процесс пошел в положительном русле. Сейчас решение суда состоялось. Отказ Бурхниса по непредоставлению земли признан незаконным. Теперь мы планируем добиться передачи земли нам, и уже после этого узаконить все строения и, наконец-то, прописать людей на месте. Как только земля перейдет на баланс города, проблемы озеленения, освещения и необходимых в этом месте ливневок можно будет решать уже вместе. Валерия Каратуева, Вячеслав Батоев. Новости дня.